Услуги на железнодорожном транспорте СМС-сообщений. Кроме того, закуплены новые вагоны. Те, что есть сейчас, не всегда отвечают необходимым требованиям. Инвесторы в этом году проверили сотни составов и выявили больше 2000 нарушений. Казахстан готов сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. И не планируют просить для себя исключений по объемам сокращения добычи, заявил министр энергетики Канат Базумбаев. Кроме того, Казахстан уже совсем скоро может достичь добычи в 370 тысяч баррелей в сутки на месторождении Кашаган. Ранее говорилось, что Казахстан обсудит возможность особых условий для этого проекта, который был запущен в конце 2016 года. Конкретные объемы сокращения добычи будут зависеть от итогов следующих переговоров. Новые условия для транспортных операций и возможность пополнить казну. На форуме в Минске собрались представители стран, заинтересованных в сотрудничестве с Белоруссией по проекту «Один пояс, один путь». Напомним, инициатива Китая объединяет железнодорожным сообщением более 60 государств. Беларусь, Россия, Казахстан, Украина и Евросоюз. Новый шелковый путь позволяет значительно экономить время. Второе по сравнению с доставкой товаров моря. Но актуальный вопрос, как сэкономить деньги, чтобы снизить затраты. Белтаможсервис получил 100 железнодорожных платформ. Кроме того, Белтаможсервис осваивает доставку грузов. Прежде всего в далекий Китай. Авиатранспортом. Под это хотят подготовить региональные аэропорты. Цель этой покупки – это прежде всего, скажем так, уменьшить транспортную составляющую в цене продукта, который будет предлагаться на внешних рынках. Компания ставит перед собой задачу в максимальной степени предложить белорусским предприятиям-производителям транспортно-логистический продукт, который позволит усилить присутствие наших белорусских товаров на зарубежных рынках. В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципроса, которые встретились впервые с мая прошлого года. В Кремле рассчитывают, что эта встреча завершит непростой период отношений двух стран, связанных с дипломатическим кризисом. Агентство ТАС сообщает, что Ципрос выразил Путину обеспокоенность в связи с закупкой турецких российских вооружений. Ципрос встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. И по итогам переговоров он, в частности, заявил, что Евросоюз руководствуется двойными стандартами в вопросе возможного продления турецкого потока в сторону Греции и Италии. В этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Нам есть о чем поговорить по ситуации в регионе, по международным вопросам. Исторические отношения, которые сложились между нашими странами, необходимы для создания стабильности и обеспечения мира и сотрудничества в регионе и в мире в целом. Впервые в регионе состоялся форум, где белорусские институты представили свои разработки, которые могут заинтересовать реальный сектор экономики. Всего 140 участников, ультразвуковой сварочный аппарат, новые теплоизоляционные материалы, 3D-модели, которые можно применить в станкостроении и производстве инструмента, и технологии обработки тканей, в том числе и льняных. Всего в регионе, который должен стать примером для других, в ближайшее время запустят пять инновационных проектов в сельском хозяйстве и промышленности. Заработал в полную силу в регионе и инкубатор малого предпринимательства. Тех, кто делает первые шаги в бизнесе, собрали на одной площадке и представили льготные условия. Здесь и развлекательный центр, детские развивающие уроки, и дизайн интерьеров, и мелкое производство. Но сегодня осталось вакантно только одно место. Сейчас решается вопрос о расширении площадей и передаче начинающим предпринимателям еще одного здания. По соседству новая площадка, вдвое больше. Заинтересовали на том же Аршанском инструкциональном заводе технологию упрочнения деталей, химико-термические, технологии автоматической пайки и термической обработки. Вот они как раз сейчас внедряются. Мы видим, что это уже движение есть. Хорватия переживает серьезную нехватку рабочей силы. Это особенно заметно на оживленных морских курортах. Главная причина – низкие зарплаты и высокий удельный вес государственного сектора. Многие хорваты предпочитают ехать на работу в другие, более развитые страны Европейского Союза. Согласно данным Хорватской ассоциации работодателей, в стране не заполнено по меньшей мере 30 тысяч вакансий, в основном в туристическом секторе, который составляет 20% национального ВВП. Также работников не хватает в строительстве, розничных продажах и промышленности. Ассоциация владельцев ресторанов и баров «Загреба» говорит, что первые 9 месяцев этого года у них было 800 незаполненных вакансий для поваров и почти полторы тысячи для официантов. Теперь компании призывают власти повысить ежегодную квоту на иностранных рабочих и хотят приглашать из Филиппин и Украины. Впрочем, и эта задача непростая, поскольку квалифицированные иностранцы тоже нацелены на более состоятельные страны, такие как Германия и Австрия. Среднемесячная зарплата в Хорватии составляет около 950 долларов. Это почти в два раза ниже, чем в Западной Европе. В стране даже решили привлекать к работе пенсионеров. Для них выделили определенное количество трудовых часов в неделю, позволив работать неполный день без потери пенсии. Секторы с наиболее оживленным рынком труда больше всего пострадали от нехватки. Сюда включены все компании в обрабатывающих индустриях, в том числе пищевые. Мы ожидаем, что в туристической сфере тоже будет проблематично, поскольку вскоре свои рынки труда откроют Австрия и Словения. В 2019 году Организация Объединенных Наций требует почти 22 миллиарда долларов на гуманитарную помощь, это не считая затрат на Сирию. Такую цифру огласил в Женеве заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам. Как ожидается, на помощь сирийцам ООН запросит еще около 3 миллиардов долларов. Организация насчитала в мире 21 гуманитарный кризис, на который нужно срочно отреагировать. В целом, в результате международных конфликтов, гражданских войн и природных бедствий в гум помощи будет нуждаться 94 миллиона человек. Это каждый 70-й житель планеты. При этом больше всего помощи потребуется Йемену. Гуманитарные программы ООН финансируются правительствами, различными фондами и прочими донорами. На 2018 год Организация запрашивала примерно такую же сумму. Однако к настоящему времени удалось собрать лишь чуть больше половины средств. ООН представила помощь 41 стране, включая Сирию, Йемен, Афганистан и Южный Судан. В основном это снабжение людей продовольствием, строительство жилья, помощь школами и больницами. «Страной с самыми большими проблемами в 2019 году будет Йемен. По нашим подсчетам, 24 миллиона человек, то есть 75% населения Йемена, будут нуждаться в гуманитарной помощи. ООН планирует помочь 15 миллионам из них. Для Йемена нам нужно собрать 4 миллиарда долларов». Великобритания приостанавливает действия программы по выдаче так называемых «золотых виз», которая распространялась на крупнейших иностранных инвесторов. На них могли рассчитывать те, кто был готов вложить не менее 2 миллионов фунтов стерлингов в экономику страны. Эта мера принята в рамках реформ, направленных на борьбу с отмыванием денег и организованной преступностью. Как сообщается, это временный шаг и ориентировочно, что в 2019 году программа возобновится. Золотые визы регулярно подвергались критике в британском обществе за то, что они открывают легкий путь Великобританию для олигархов и очень богатых людей, желающих отмыть украденные средства. Евросоюз за 10 лет заработал на продаже паспортов в рамках такой программы миллиарды евро. В Великобритании значительную часть золотых виз получили состоятельные россияне. Еврокомиссар по правам потребителей Вера Юрьева огласил список опасных товаров в предрождественской торговле. Таким признано 20% елочных гирлянд. 4 из 39 обследованных игрушек содержали слишком много химикатов. Брюссель обнадежил покупателей тем, что предметы, представляющие для их детей угрозу, быстро убираются с европейского рынка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова